Мир вам из Израиля! С вами программа телеканала ТБН «Открытая линия». Мы специально делаем эту программу, этот прямой эфир, для того, чтобы вы почувствовали сердцебиение Божье, для того, чтобы вы почувствовали любовь и благословение из Израиля, из Иерусалима, из нашей небольшой, но замечательной Иерусалимской студии. Мы выходим сейчас во время, когда Израиль отмечает 50-летний юбилей воссоединение единой столицы, вечной столицы, вечного города, к которому обращены взоры практически трех религий. Но для нас очень важно, что многие христиане понимают, что Иерусалим, чье 50-летие сейчас торжественно отмечается в Израиле, этот Иерусалим является прообразом небесного города, к которому стремятся наши сердца, души. Но пока мы на земле, Бог сказал нам молиться о мире в Израиле, о мире в Иерусалиме. И Бог сказал, что наши молитвы — это не просто сеяние в бездонную пропасть. Господь сказал, что когда мы благословляем Израиль, это благословение возвращается к нам. Господь говорит, благословлю благословляющих тебя. Бог говорит слово, которое неизменно. Бог не забирает свое слово назад. Бог не передумывает его благословение, простерто к тем, кто благословляет его народ, который имеет непростой путь. Но это первенец Божий, и Господь работает с ним, и Бог желает, чтобы как можно больше его и потерянных детей услышали благою весть. И здесь в эфире программы «Открытая линия» мы отвечаем на ваши вопросы. Мы видим ваши молитвенные нужды, ваши обращения, ваши свидетельства. Спасибо вам за это. Поэтому в студию телеканала мы приглашаем пасторов из Израиля, и не только. Израиль все так же является пересечением духовных путей, духовных маршрутов. Поэтому сюда приезжают служители из разных стран. Но одна из миссий телеканала ТБН – дать возможность и через прямые эфиры, и через вот эту программу ощутить вам любовь, приязнь, то благословение, которое израильтяне имеют также к своим братьям и сестрам в разных странах. И я представляю вам нашего друга, пастора из объединения церквей «Живой Израиль» Вениамина Садовского. Он уже у нас был в эфире, и вы еще будете его видеть. И мы будем сегодня молиться вместе, отвечать на вопросы. И с нами наш, можно сказать, эксперт в разных сферах, Авель Станкевич, служитель и учитель в Писании из города Ришон-Лицион, что значит, на самом деле, то же самое, как называется их церковь – «Благовестник Иерусалиму». Это удивительно, что сам Израиль внутри себя тоже желает получить благословение, благословляя Израиль и Русалим. Поэтому, друзья, евреи никогда не упустят момент и время, когда они могут быть благословлены. И в этом они пример для каждого из нас. Поэтому ищите благословение, делитесь тем, той любовью, молитвой, Духом Святым, которая есть у вас, Слово ободрения. Бог желает, чтобы это возрастало. И я хочу, дорогие пасторы, чтобы мы сейчас, я сейчас озвучу последние молитвенные нужды, чтобы мы начали этот эфир с молитвы, с благословения наших зрителей, наших партнеров. Дмитрий из Германии просит молиться за его полное исцеление. Марина из Петербурга просит и ходатайствует поддержать в исцелении Анны. У нее температура 39 градусов, ее лихорадит. Галина из Ташкента ходатайствует за пастора Сергея, чью жену кладут на операции, им нужны финансы, благоустройство и устройство реабилитации Андрея. Гульнара просит молиться, чтобы Бог развивал идеи служить Евангелии. Татьяна из Калининграда молится за внука Даниила. У него должно восстановиться зрение. И самое главное, чтобы он вернулся в церковь, чтобы он посещал молодежное служение. И я хочу сказать, что я просматривала нужды, и сейчас я молилась, тоже ходила в рамках молитвенного предстояния вместе с вами, дорогие зрители, к стене плача. Я видела очень много ходатайств о молодых людях, о подростках, и, конечно, о семьях, о мужьях, о женах. Вот супруга молится за своего мужа Владимира. Он в урологическом отделении. Она верит, что Господь дал ему исцеление, ей нужна поддержка, высвободить это благословение. Татьяна из Калининграда. Вот Александра, она беременная, простудилась. У нее ей очень-очень плохо, она просит поддержки. Елена ходатайся за исцеление мужа от алкоголя, освобождение. У них малыш семимесячный, муж неделю пропал, его нет дома. Во взаимоотношениях. Молитва за ту же беременность, за фирму и качество работ, ремонта. Нуфри говорит, что Ира его выгоняет. Ему лучше, и пусть Господь разберется в этой ситуации. Олег просит за соседей. Наталья ходатайствует за Марию. У нее обнаружили эпохоль в почках. Лариса просит за верующую семью Юрия. И здесь много и о долгах, и о детях, и о властях Узбекистана. И так далее, дорогие. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Мы все вместе соглашаемся сейчас. И мы благодарим Тебя за Духа Твоего Святого. Господи, спасибо Тебе за то, что этот Дух подобен елею, дуновению свежего ветра. Господи, что Ты проницаешь все глубины Божии. Ты и сейчас, там, где призывают имя Твое. Господи, Твой Дух просто нисходит и пронизывает все глубины клеток, сердец Господь, души. Отец Небесный, Ты говоришь, что Слово Твое, оно также подобно мечу обоюдоострому. И пусть это Слово под действием Святого Духа явится таким разделяющим огнем и мечом, Господь, от людей, которые должны освободиться от зависимости, от заблуждений во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем благословение на семьях. Господи, мы просим о мудрости для мужа и жены, о любви, готовности работать. Господи, мы просим Тебя, тех, кто потерялся, кто отошел от церкви сейчас, Господи, пожалуйста, прикоснись. Ты говоришь, что покрывало неверия, покрывало тьмы и заблуждения снимается Христом, Отец Небесный, именем Иисуса Христа. Мы сейчас провозглашаем Твое вмешательство в жизни Твоих детей, Твоих людей, Господь, которых Ты призываешь по имени, которым Ты дал Своё имя, и этим могущественным именем мы называем их, и мы приказываем всякой тьме, всякому заблуждению, всякому духу противления, гордыни, всякому духу, Господи, превозношения просто оставить этих людей. И я прошу Тебя, Господь, также, чтобы Ты давал поддержку тем, кто ходатайствует, Господи, чтобы они не были, как называется, созависимыми, Господь, но чтобы они стояли в любви, в вере. И, Господи, помогай нам всем возрастать в познании Тебя. Как правильно разрешать конфликтные ситуации, Господь. Мы высвобождаем благословение на тех молодых женщинах, которые беременны сейчас, Отец Небесный, Ты даёшь силу родить, Господь. Ты, говоришь, доведу ли до родов и не дам ли родить. Господи, Ты, говоришь, благословен Ты, благословен плод чрева Твоего. И это благословение принадлежит народу Твоему именем Иисуса Христа. Мы провозглашаем его, мы запрещаем всякой температуре, боли, всяким, Господи, последствиям этого заболевания, Господь, для малыша. И мы провозглашаем Твою сверхъестественную защиту и поддержку. Для матерей и отцов, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя. Благодарим. Я хотела тоже сказать огромное спасибо нашим зрителям. Вот неделю назад мы молились в среду, и пришло из Нидерландов от Эмилии свидетельство. Она говорит, в среду ведущие открытой линии помолились за мою ситуацию. Мне обнаружили злокачественную опухоль в груди. Виктория Викторовна с пасторами молились за мое исцеление. Бог совершил чудо. Сегодня врачи установили, что опухоль не злокачественная, а доброкачественная. Слава Господу. Потому что это действительно ужасные диагнозы, которые дьявол пытается нам навязать. Но Иисус отменяет все ужасные диагнозы. Дарья благодарит за поддержку в молитвах. Она просила молиться за нормализацию работы костного мозга. Ее тромбоциты были выше нормы в 10 раз. Бог дал мудрости врачу, лечение сверхъестественно быстро помогло. Чувствую присутствие Бога во всех кабинетах. Спасибо. Господь дарует Дарья именем Иисуса Христа. Полное исцеление, полное восстановление. Господь помогает с квартирами, о которых молились. Свидетельство с прошлого марафона исцеления, который был у нас в марте. Я обращалась с просьбой о молитвенном марафоне исцеления. Спасибо за ваши молитвы. Бог меня исцелил. Вся слава нашему Богу. Прошла гистология после операции. И рак был аннулирован. Еще раз большое спасибо за вашу молитву и за команду, которая молилась за меня. Аллилуйя. Буквально сегодня пришли три свидетельства. Фатима из Сургута просила молиться, чтобы моему начальнику, начальник отдал мужу долг в 200 тысяч рублей. Стали молиться, и Господь явил свою славу. Все деньги недавно отдали. Спасибо вам за молитвы. Аллилуйя. Аллилуйя. И восстанавливаются взаимоотношения в Донецке. Дочь, бабушка, мама. Все подружились, все простили друг друга. Слава Господу. Аллилуйя. Люди обретают работу. Богу есть дело до каждого из нас. Очень часто мы говорим, Бог, ну, как бы, вот здесь я сам справлюсь. Ты прости, не хочу тебя беспокоить. И шаг за шагом мы попадаем в еще больше и больше проблемы. И потом нам приходится взывать к Господу. Поэтому я в том числе зачитываю, и мы делимся здесь с вами свидетельствами славы Божьей. Потому что Бог, как говорит Дарья из Петербурга, с вами во всех кабинетах. Аллилуйя, куда бы вы ни пошли, Господь с вами, Он сказал, никогда не оставлю, никогда не покину тебя. И если это Господь сказал, значит, это так и есть. И у нас в рамках этой программы мы, и наши ведущие, они тоже готовились отвечать на вопросы. У нас разные вопросы. И в целом тема месяца у нас, личностный рост. Но, как известно, действительно личностно расти мы можем тоже в разных сферах. И нам нужно знание и понимание, как быть мужем, женой, как быть хорошим работником. И вот поэтому есть вопросы и по финансам, опять по десятинам. И теологические вопросы, как быть. Да, быть или не быть еще к тому же. Но, слава Богу, действительно, Господь говорит быть. И Он тот, кто есть, Он сущий. Знаете, я хотел просто добавить к тому, что говорила Виктория. Сейчас происходят очень такие интересные вещи в мире. Прежде чем мы перейдем, мы сейчас говорили о Иерусалиме, о 50-летии освобождения Иерусалима, воссоединения ее с двух его частей, и Орданской, и бывшей, и нынешней, и израильской, которая стала единым городом. И впервые за всю историю Иерусалима, как выяснилось, президент Трамп, будучи в Израиле, с официальным визитом, впервые за всю историю Иерусалима, 50-летнюю, пришел к стене плача для того, чтобы помолиться. Ни один другой президент, как выясняется, ну, это можно еще проверить, но фактически об этом говорится, ни один другой президент, приезжая в Израиль, никогда не ходил к стене плача молиться, потому что из-за политкорректности, когда говорили, что это спорная территория, неизвестно, кому она принадлежит, никто не брал на себя такую смелость. Но президент Трамп впервые подошел, это глава одной из самых великих держав в мире. Я думаю, что это одно из знамений того, что вот-вот все начнет меняться в сторону Израиля. Аллилуйя, это на самом деле знамение тоже определенной мужественной позиции лидера Соединенных Штатов, который подвергается огромной критике, но тем не менее удивительно, что это человек, который не без греха, но он заявляет о своей христианской позиции, о поддержке христиан, что во время предыдущей администрации Соединенных Штатов как бы говорилось на словах, а по делам, о чем нам говорит Иисус, по делам, узнаете их, по делам христианство подвергалось колоссальному давлению, разрушению и испытанию. И в общем-то мы благословляем и Соединенные Штаты Америки, и Израиль, и слава Богу, что это действительно отдающие страны, и там, где вы находитесь, драгоценные, мы благословляем, конечно же, Россию, Украину, страны бывшего Советского Союза, страны Европы, Азии. Узбекистан, за которые просили молиться здесь. Аллилуйя, да. Я сам выходец из Узбекистана, поэтому надо молиться за власть. У нас здесь студии за рамками эфира, вот этой видимой части, выходцы из Таджикистана, тоже из России, Украины, из Соединенных Штатов. В общем-то, интернациональная команда, и поэтому мы все в одном духе, мы все искуплены одной кровью. Вот предположают приходить, также Валентина из Свердловской области, просят молиться за освобождение Екатерины от оккультизма, за восстановление Зои после искусственной комы, освобождение от страха и депрессии, и там есть еще ряд. Знаете, у нас осталось буквально 4 минуты. А можно я дам один совет? На короткий вопрос, давайте сейчас ответим, чтобы начать с вопроса. Один короткий совет, прямо сейчас, если вы действительно, вот давайте по плодам, что называется, если вы сейчас подойдете к тем людям, которые страдают различными заболеваниями, все, что мы сейчас перечислили, написано, у верующих будут сопровождаться и знамения, и в том числе будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы, написано. То есть мы не молимся за какое-то отдельное выздоровление, просто прямо сейчас подойдите к этим людям, возложите на них руки, и во имя Иисуса просто провозгласите жизнь, здоровье и славу Божью в их тело, в их жизнь, для того, чтобы они больше не были больны, то есть были здоровы. Написано, все, что свяжем на земле, будет связано на небесах. На небесах нет ни смерти, ни болезни. Поэтому возлагайте руки, провозглашайте полное выздоровление и исцеление, прямо сейчас во имя Иисуса Христа. У нас сегодня 8 вопросов. Давайте сейчас на коротенький, на один ответим. Я думаю, на восьмой ответить нам. Это самый коротенький? Ну, я думаю... Три минуты? Ну, давайте. Дарья, я попробую коротко. Потом продолжим после рекламы. Да, Дарья из России, Санкт-Петербурга, между прочим, спрашивает, можно ли христианинам есть гематоген, который состоит из сухой крови животных? Ведь в Библии есть повеление не утеплять в пищу кровь. Ну, я скажу свое мнение, и то, что написано в Священном Писании. В Первом Коринфянам, в 10 главе, с 26 по 31 стих, есть место, где написано, «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» И 31 говорит так, «Итак, едите ли, пьете ли, или что делаете, все делайте, славу Божию». Я считаю, если ваша вера осуждает, есть гематоген, не ешьте. Все, что не по вере, грех. Я, например, своим детям покупаю гематоген. Они кушают, и я даже не задумался никогда. Да, я знал, что он сделан. Но кровь, и все, что с кровью, так-то не пью. И не ем. Да. Ну вот в Первом Постании Тимофею написано, 4 глава, 4 стиха, «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою, внушаясь, и, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». То есть, ну, опять же, я согласен с Вениамином, что да, действительно, по откровению, если у вас есть откровение такое, что если вы благословляете, благодарите Бога за то, что все это действительно является полезным, и это можно кушать, значит, это можно кушать. И просто вы человек верующий, вводимый Духом Святым. Слушайте то, что вам говорит Дух Святой. Если Он говорит вам, что это можно кушать, значит, можно кушать. Благодарите, благословляйте написано. Всегда благодарите Богу. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. У меня получился коротенький вопрос. Отлично, и я очень рада, потому что вопросы есть, и я знаю, споры продолжаются об этом, потому что те повеления, которые язычники считают, что им не нужно делать, кто-то говорит, что наоборот, Иисус, Он все выполнял, и Он даже не считал нужным об этом упоминать, потому что это было понятно, это было записано в законе. Можно добавлю, здесь вот временном 14 глава 19 стиха. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи, не разрушая дела Божьи, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. То есть, если мы знаем, что что-то может послужить преткновением, если вы дома, и дети гематогены, вам нравится это, и вы знаете, что по откровению это ваше, то не нужно об этом везде рассказывать, потому что любая вещь может стать преткновением, потому что каждый из нас имеет свой путь в Иисусе Христе, и каждый из нас продвигается в сознаниях и в откровениях самостоятельно. Поэтому тут как раз эти стихи это и подтверждают, я думаю. Дорогие, у нас осталось несколько секунд. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас еще за наших зрителей, которые продолжают присылать молитвенные нужды и просьбы за освобождение от оккультизма, за исцеление, выход из искусственной комы, освобождение от страха, тревоги, депрессии. И таких нужд много, и за восстановление взаимоотношений в семье, там еще ряд тоже. Аллилуйя Господь. Знаете, Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и нам не безызвестны его планы, поэтому мы сейчас молимся здесь, во имя Иисуса Христа, разрушение любого небожьего духа в этих семьях, потому что разрушение взаимоотношений с Богом, что есть оккультизм, разрушение супружеских отношений, что есть противостояние Богу, дружба с миром, это все не Божье. Мы прямо сейчас провозглашаем здесь, со святой земли, согласие во имя Иисуса Христа, полное разрушение на все дела дьявола в этих семьях, в этих жизнях, потому что написано, что Иисус уже искупил нас дорогой ценой. Он уже взял все наши проклятия на крест. Он уже взял все наши грехи на крест. И мы сегодня провозглашаем, вы искуплены кровью Иисуса Христа, и на вас будет Его благоволение, и на вас будет Его благодать во имя Иисуса. Аминь. Слава Тебе, Господь! Мы вернемся к Вам, и с Вами молятся разные страны, разные города, и мы ждем Ваших свидетельств. Мы с Вами, мы молимся вместе с Вами, мы ходатайствуем о Вас, мы видим те нужды, те свидетельства, которые приходят к нам. И я побуждаю Вас, чтобы в Вашем доме царил мир, царило благословение и молитву. Господь желает, чтобы когда в нашей семье, и тут очень много, очень много молитв о восстановлении взаимоотношений, с мужем, женой, порядка в доме, за то, чтобы ушел дух страха, дух депрессии, дух гордыни превозношения, за исцеление. И на самом деле, во многом это вещи взаимосвязанные. Порядок в доме, мир, благословение высвобождают Божье исцеление. Господь говорит, когда мы имеем милосердные сердца, когда в нашем сердце нет обиды, когда в нашем сердце нет горечи по отношению к кому бы то ни было, такому сердцу гораздо проще и просто этому сердцу принадлежит Божья жизнь и Божье исцеление. Знайте, что Бог с вами. Аллилуйя! Мы благодарим Господа за то, что Его благость сейчас говорит к вашим сердцам, тем женам, которые хотят, чтобы в доме был мир. Я хочу просто благословить тех женщин, которые плачут сейчас, оскорбленные своими мужьями, оскорбленные порой детьми, которые не слушаются и пренебрегают ими. Во имя Иисуса Христа Господь простирает к вам свою любовь. Господь говорит, что вы приятны для Него. Господь желает, чтобы вы смогли просто читать и произносить вслух Его слова. Он говорит, я утешу тебя, ты дорога в моих глазах, я начертал твое имя и твой облик на руках своих, ты зеница ока моего. Это правда, это не просто далекие слова из далекой страны. Это говорит вам Бог, который заплатил своей жизнью, чтобы его жизнь стала вашей жизнью, забрать у вас немощи, забрать болезни. И пусть слова благословения в вашу жизнь и в жизнь ваших близких исходят из вашего сердца, из ваших уст. Это говорится ко всем, и женам, и мужьям, потому что апостол Павел говорит, пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в истине. И мы благословляем сейчас вас. Я верю, что Господь сейчас проводит определенную работу в сердцах и душах наших зрителей. И к нам приходили, приходят вопросы. И я хотела сейчас затронуть вопрос, который прислал Владимир Мюллер из Германии. Он просит пояснить, говорит, сколько читал, никогда не мог понять, что за притча о камне, который выбросили строители. И он стал углом. Ну, вообще Иисус использовал, и Господь, соответственно, использовал много живых, естественных примеров из обыденной жизни, которые действительно были понятны и простым людям, и ученым людям. И в строительстве, когда строители делают здания, мы знаем, что делается план, делается подготовительный сбор материалов, и когда уже план осуществляется в жизнь, закладывается краеугольный камень. Камень, который обозначает габариты и план строения. Если последующая стена будет выходить за краеугольный камень, это неправильно. Если стена будет также прогибаться внутрь, это неправильно. Этот камень устанавливает принципы, этот камень устанавливает систему координат нового строения. И этот камень не сдвинуть, потому что тогда все строение будет разрушено. И первая цитата Иисус, разговаривая с книжниками и фарисеями, привел в пример и процитировал Псалом 117, 22-23 стих, где дается посвящение Господу, молитва. И Псалмопевец говорит, камень, который отвергли строители, и соделался главой угла. Это от Господа. И это дивно в очах наших. Первая цитата, на которую ссылается Иисус, в Ветхом Завете, в Псалме, Иисус цитирует ее после притчи, притчи о злых виноградарях, которым хозяин дал в управление свой виноградник, но они не хотели отдавать хозяину плоды. И когда он посылал своих работников, чтобы взять плоды виноградника, они убивали одного, второго, третьего. И хозяин по доброте своей сказал, ну, может быть, сына моего они постыдятся убить, но они сделали именно то, чтобы не поделиться плодами виноградника. И вся эта притча, она говорит о том, что виноградник – это Божий народ. И в данном случае это был народ Израиля. Но шире в современном мире, когда к народу Израиля присоединились и вошли вот в те обещания благословений, которые были высвобождены сначала Израилю, присоединились язычники, люди из других стран, из других народов, из других языков. Теперь образовалась церковь в Новом Завете, но даже в церкви есть люди, как были в народе Израиля, которые присвоили себе функции решать за Бога, чего Господь ожидает от своего народа. Потому что Иисус и Отец, давая заповеди израильскому народу, давая народу закон, он хотел, чтобы люди увидели в этом законе милость, суд, веру. Фарисеи же, наоборот, они превратили закон в орудие наказания для людей, в орудие управления людьми. Если что-то им не нравилось, кто-то не нравился, они всегда могли найти заповедь, они всегда могли найти закон, как сделать этого человека негодным, как сделать этого человека подчиненным им. И таким образом они отдалили людей от Бога, они сделали Бога далеким от людей, огороженным всеми этими предписаниями, заповедями, которые нужно было выполнять, сложными механизмами. И Иисус сказал, когда ему говорили, вот и сравнивали фарисеев и людей, Иисус говорит, они стараются до мелочности исполнить, но они оставили самое важное, что было в законе, милость, суд и веру. И это то, что Господь явил через Иисуса Христа, милосердие, спасение, исцеление, потому что Иисус – это воплощение воли Божьей. При этом Он исполнил закон, и Писание нам говорит, что любящий другого исполнил закон. Даже одухотворенные книжники, они видели, что все заповеди, еврейские раввины, они насчитывают, по-моему, 666 заповедей, 613 заповедей. Представляете, 613 заповедей. И если их исполнять, это только Божьи заповеди, еще не считают, там нескольких тысячных заповедей. Да, то ты можешь сойти просто с ума. Но Иисус подтвердил слова книжника, который говорит, все заповеди сводятся к одной, к двум. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью своею, и возлюби ближнего, как самого себя. Именно это явил нам Иисус Христос. И почему Иисус стал краеугольным камнем? Потому что Он есть угол церкви, угол наших взаимоотношений с Богом. И Он задает критерии, высочайшие критерии и высочайшие ориентиры, как нам нужно следовать за Богом. Потому что когда мы смотрим на Его самоотверженность, на то, как Он исполнял заповеди, все заповеди закона исполнились в Нем, Он был непогрешим, именно поэтому смерть не могла удержать Его. В вузах. И Его служение, Его явление является для нас действительно высочайшим эталоном. Но самое главное, что Дух Святой теперь также после искупления, которое совершил Господь, Дух Святой приносит нам жизнь, жизнь Иисуса Христа. Это чудо, которое на самом деле мне тоже пришлось какое-то время понимать, что это как священный елей, который состоит из разных масел, который вбирает в себя лучшее из этих масел, так и Дух Святой, который сопровождал Христа и запечатлевал в себя, как в масло, все Его переживания, все Его движения души, вот эта матрица, вот этот слепок Его души, решений, Духа, все это в Святом Духе, который после освящения верующих, после того, когда Христос разрушил преграду греха, пролив свою кровь, теперь это доступно людям. По имени Иисуса Христа я молюсь, чтобы для вас, Владимир, эта притча стала примером просто того, что Христос является основанием нашей веры, краеугольным камнем церкви, краеугольным камнем наших взаимоотношений, потому что в нем мы можем видеть исполнение и закона, и заповеди, и любви, и благодати, и Он с нами, слава Богу. То, что принес Иисус как раз на эту землю, Он принес три вещи, Он принес это закон Божий, Он принес это повеление Божие, Он принес это богобоязненность. Это то, о чем написано в 18-м псалме с 8-го стиха. Загон Господа совершенен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, и все праведны. То есть, это вот то самое мерило, то, с чего начала Виктория, то самое мерило, то есть, это вот границы, которые ставятся краеугольным камнем, которые Иисус принес сюда. Он сказал, вот эти границы. Многие говорят, что эти границы кого-то ограничивают, но на самом деле Иисус говорит, нет, во мне свобода. Тот, кого сына освободил, тот истинно свободен, потому что Он знает четко, в каких рамках Он может двигаться, и рамки эти безграничны, как сам Бог на самом деле. Но нам нужно следовать вот этим вот... И границы любовь, и святость. Потому что Дух Святой говорит нам, что если вы сделаете другому то, что желаете себе, очень часто это хорошо, Иисус говорит, относитесь и желайте, поступайте с другими так же, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Но в то же время, если наши чувства, наш разум еще не очистились, не осветились пониманием святости Божьей, Господь как раз и работает, чтобы мы не приступили к границе, которые могут быть для кого-то соблазном, преступления этих границ. Поэтому вот эта вот чистота, святость Божья, по сути дела, это и есть исполнение закона. И любовь, это наполнение закона. Псалмы как раз об этом говорят, что все эти шесть частей, они являются охраняющим фактором для каждого человека. Для человека, который служит Богу, они являются охраняющим фактором. Аллилуйя! Защита и благословение! Аллилуйя! Давайте третий вопрос. Да. Третий вопрос у Марины. Она пишет. Здравствуйте, у меня серьезный вопрос. Я думаю, давайте ответим его по-серьезному. Если мусульманин из исламской страны желает стать крестьянином, куда обращаться ему? Я это хочу рассказать от своего личного опыта. На протяжении 8, может 9 лет ездим раз в год с Израиля на конференции, посвященные арабо-израильским отношениям. Это приезжает Израиль и приезжают люди со многих арабских стран. Почему она в Турции? Нам там проще собраться. То есть многие не могут к нам приехать. Там с Ливана, с Сирии, с Ирака, с Ирана. А мы не можем к ним. И когда вот встречаешь мусульман, которые уверовали в Христа, они все говорят, что приехали миссионеры, они через кого-то из них услышали Христа, покаялись и стали об этом говорить дальше. Но была одна конференция, в которой мы на личном примере убедились, как Бог работает в разных странах мусульманских. Это была конференция в Египте. Это была первая христианская конференция до арабской весны, до тех событий, которые сейчас происходят в Египте. Нас приехало туда в районе 20-30 человек. Это была запланированная конференция в одном из отелей. Но когда мы туда приехали, к нам подошел администратор отеля и сказал, что в зале вы не можете собираться. Хотя было все уже заранее организовано. Вы не можете в зале проповедовать, вы не можете ни о чем говорить. Мы хотим, чтобы это все происходило на улице. Но проповедь он также запретил. Для нас это было неожиданностью. В Турции, да? Нет, это уже было в Египте. Просто в Турции я видел много конференций, раз в год видишь, и там все это открыто. Но в Египте произошла такая ситуация. Это было лето, жара. Он говорит, вот здесь есть амфитеатр, рядом с морем, рядом с бассейном. Пожалуйста, там проводите свою конференцию. Но только свидетельство и прославление. Прославление на любом языке, никаких проповедей. И на самом деле за нами везде ходили, смотрели. Но мы увидели, что через это Бог сделал лучше, чем мы ожидали. Многие люди, которые были на этой конференции, они стали спрашивать, что здесь такое происходит. Многим людям было интересно, как так евреи и христиане. Но вот тот случай с мусульманином, который произошел, это было за территорией гостиницы, там есть разные сувенирные магазинчики, и мы зашли, чтобы купить, какие-то масла там продавали. И это был израильтянин, ой, это был египтянин-копт. У него был выкатанный маленький крестик на руке. И у нас кто-то из ребят спросил, что это такое. И он стал говорить на английском, что он из семьи коптов, но давно уже не сталкивался с верующими. Там он, где живет, нет никого христиан. И мы стали ему рассказывать, стали говорить о Христе. Он покаялся. Мы принесли ему Библию, подалили на арабском. Но в следующий раз, когда мы зашли, его вопрос был такой. А как дальше? Как вот дальше? Я не знаю, с кем дальше общаться. Мы оставили ему свои координаты и стали заходить к нему на протяжении всего дня. И в конце вечера он сказал, я хочу креститься. Это для нас было так неожиданно. Египтянин, который покаялся, которому подали Библию, оставили свои контакты, сказал, я хочу принять водное крещение, что мне мешает. Есть Деяние в 8 главе, мы спросили, написано, если веришь от всего сердца. Он сказал, верую. Мы его пригласили в гостиницу. Он говорит, я не могу туда идти, я не могу, чтобы увидели, что я делаю такое. Мы говорим, ну давай в номере. Он говорит, а можно здесь? Я, говорит, запру магазин. Я, говорит, хозяин этого магазина. Моя территория. Да, моя территория, приходите пораньше. И мы пришли в 6 часов вечера, за час до закрытия магазина, он его запер. Мы взяли ведро большое, налили воды, он встал на колени. Мы помолились с братьями из Израиля. И он заключил завет с Господом через водное крещение. И вот спросили, что дальше делать? Мы понимали, что мы уезжаем, он остается там. И у нас один из братьев взял его контакт. И они на протяжении нескольких лет, пока не произошли все эти события в Египте, они были с ним на связи. Он писал свои молитвенные нужды. Рассказывал, что церкви так он здесь и не нашел. Но через это он молился. Мы посылали на свои молитвенные нужды. И вот я хочу сказать этой девушке, что делать? Я думаю, что это обратится в каждой стране. Я знаю, что есть миссионеры, которые едут, проповедуют Иисуса Христа. Но даже некоторые миссионеры скрываются, на самом деле. И возможно, что в той стране, в которой вы находитесь, миссионера вы так просто не найдете. Технически это можно сделать очень просто. Нужно просто заглянуть в Facebook и попробовать поискать там. Но у меня, к вам, есть технический совет на эту тему. Если вы находитесь в мусульманской стране, скорее всего, все ваши социальные сети отслеживаются спецслужбами соответствующими. И единственный способ этого избежать, это проникнуть на Facebook через так называемый прокси-сервер. Просто поинтересуйтесь, что это такое, только не через интернет, у знакомых. Поинтересуйтесь, что это такое и зайдите, чтобы ваши следы, так сказать, в сети больше не оставались. Только таким способом вы можете безопасно это сделать. Я знаю многих таких людей, которые покаялись в Пакистане, в Иране. Вот недавно я слышал в следствии, что человек, который покаялся в Иране, там, где интернет вообще очень закрытый, и он через прокси-сервер, через какую-то гостиницу вышел в Facebook, нашел проповедника, поехал к нему через всю страну. Там долго его допрашивали, а кто он, что он, чтобы тоже не было спецслужб. И в конце концов, ему проповедовали Евангелие, он покаялся, и об этом следствии уже говорили потом на одной из конференций в Америке. Ну вот еще хочу добавить такое, что со всеми мусульманами, которые верили в Христа, с которыми общался в Турции, это каждый год их больше, больше и больше. Они все до одного говорят, что у нас нисколько, говорит, есть гонения за христианство, сколько за отношения с Израилем. Особенно это в Ливане, в Сирии, в Иране. И они даже не берут никакие невизитки, ничего, все, что связано с Израилем. И стараются не фотографироваться. Христианскую литературу мы можем вести, но это, говорит, очень опасно. Даже не только для нас, а для наших близких. И стараются даже не фотографироваться с израильтянами, это так, да. Да. Господь, давайте сейчас помолимся тогда. Вот, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Дух Твой Святой касается Твоих детей, Господь, где бы они ни были. Потому что в Нагорной проповеди Ты, Иисус, сказал, что ищущие правды насытятся, Господь, за то, что миротворцы, Господи, они будут помилованы, милостивые, Господь, и ищущие истину Бога узрят. Господь, те, кто ищет истину, найдут Тебя. И Ты, Господь, и зальешь Духа правды, Духа жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим Твоего водительства для этих людей. Господи, мы также молим о том, чтобы Ты посылал Своих делателей, Твоих миссионеров, Господь. И мы молим о сверхъестественной защите на Твоих детях, Господь, и тех, кто взывает к Тебе, и тех, кто идет в эти опасные места, чтобы быть проводником и явить Тебя, Господь, Твою любовь, Твою мудрость, милосердие. Мы молимся за всех миссионеров, Господь, за всех Твоих посланников, что на греческом значит «ангел Господь». Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь своих ангелов, своих людей за то, что Ты защищаешь их, Ты усматриваешь пути спасения. И пусть обильная жатва придет в Царство Твое. Мы видим те нужды и молитвы, которые поступают к нам. Пишите, звоните, мы вернемся к Вам. Вы сейчас увидите замечательное, потрясающее свидетельство. И пусть Господь наполняет Вас. К сожалению, каждый человек имеет свойство болеть. Я тоже заболела очень серьезно. Мое сердце очень было слабо. Я ходила и задыхалась. Моя правая нога не могла ходить. Я ее волоком тащила за собой. И мы с мужем, посвящавшись, решили обратиться в больницу. Пройдя все анализы в нашей клинике, в больнице, мне поставили ужасный диагноз. У меня инфарктное состояние. И у меня позвоночные грыжи, третий, четвертый позвонок. Врачи мне сказали, что мне осталось жить две-три недели. Естественно, мы были в ужасе от этого. Но так как мы верующие христиане, мы пришли с мужем, молились, очень долго молились. Молила за меня церковь. И слава Господу! Господь услышал наши молитвы. И я теперь не обращаюсь в клинику. Я не делаю уколы. Мое сердце работает. Я радуюсь жизни. Я бегаю. Моя нога исцелена. У меня нет грыжи на позвоночнике. Аллилуйя Господу! День и ночь. День и ночь. Господь благ. Господь жив. И Слово Его работает сверхъестественно. И это есть сила ко спасению. Евангелие Иисуса Христа. Евангелие – это благая весть. И она действительно добрая. Это самое лучшее, что вообще мы порой не можем вместить. Что Бог искупил наш грех, разрушил преграду и наказание этого греха между нами и Богом. И мы теперь можем входить в Его святая святых. Можем получать Его любовь, Его водительство. И это не освобождает нас от того, чтобы исполнять свою часть на этой земле. Но это дает нам внутреннюю свободу. Это дает нам веру. Это дает нам прощение. И открывает колоссальный, в первую очередь, внутренний ресурс. Для того, чтобы мы чувствовали себя в правильном месте с Богом. И чтобы мы знали, что наш источник никогда не иссякнет, не перестанет. Пусть Царство Божие будет внутри каждого из наших зрителей, кто сейчас с нами. И здесь много молитв мы еще перед началом эфира читали и молились. И здесь также молитвы о переломанных ногах, о том, чтобы кисты в горле прошли, восстановилось тело после прививок. Чтобы вышли из запоев родители, освободились от духа алкоголя. За хорошие зачеты, за исцеление от рака горла у Владимира. Чтобы вся семья покаялась, обратилась к Богу. Благословение новорожденных и день рожденных. Благополучные операции. За новорожденного ребенка, у которого ДЦП, и он еще слепой, чтобы произошло чудо исцеления. И также за работы, пап, мам, аллергии, всякие напасти, которые атакуют тело Христа. И много и финансовых нужд. И сейчас, сейчас, просто, братья, давайте благословим. И пусть вот просто открываются сердца. Потому что Бог имеет такое колоссальное количество благословений. Просто принимайте. Царство Божие усилием берется. И это усилие не со стороны небес. Оно от нас прорваться через вот это облако неверия, облако депрессии, разочарования. Просто сказать и настаивать. Потому что Слово Божие, оно подобно молоту, разбивающему камень, разбивающему скалу. И это не значит, что мы должны в скалу физическую бить камнем или молотом. Мы разбиваем скалу, которую возводим вокруг себя, привычек, каких-то привычных разочарований, мыслей, которые останавливают нас. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое исцеление во всех сферах жизни. Господь, я благодарю Тебя, что Ты благословляешь детей. И у Тебя есть исцеление для ребенка, у которого ДЦП, Господь. У Тебя есть поддержка и вдохновение для Его Матери, для Его Отца, Господь. Во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты желаешь, чтобы семьи спасались. И даже если кто-то на смертном одре, Господь, я прошу Тебя, чтобы эта семья приняла Слово Благовестия, чтобы Нелли, она приходила в эту семью, чтобы она благовествовала. Господи, пошли ангелов Своих. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя за исцеление от духа алкоголя, Господь, от запоя. Господи, благодарим Тебя, что Ты желаешь и Ты говоришь Своё Слово. И это Слово провозглашается вовремя и не вовремя. Во имя Иисуса Христа, потому что для Тебя всегда время и сегодня день спасения. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. И мы продолжаем и молиться вместе с Вами. И я хочу сказать, что с Вами молятся не только в этой студии и не только в колл-центрах, где принимают звонки, но также сотни церквей в разных странах мира молятся вместе с Вами еженедельно. Мы также получаем свидетельства и рассылаются молитвенные письма. Каждая Ваша нужда промаливается в разных городах и в разных странах. И это благословение. Аллилуйя. Спасибо церквам, которые представляют наши братья, потому что они также стоят в молитве, в этом молитвенном движении. И для меня это потрясающее чудо и потрясающая радость, что мы, не зная друг друга, не видя, но мы любим сердцем, мы любим через Духа Христа, и Ваши нужды становятся нашими нуждами, наши радости становятся Вашими радостями, и это есть любовь и небесная семья. Аллилуйя. Есть интересный вопрос по поводу Виктора из России, в Сочи, задает такой вопрос. Считаете ли Вы, что десятина – это повеление Ветхого Завета, и нужно ли сейчас в Новом Завете ее отдавать? Если да, то в каком объеме? По поводу объема, я сразу заявлю, объем – это минимум 10%, причем, вы знаете… О чем говорит само название, десятина. Ну да, десятина – это десятая часть. По поводу того, проявления Ветхого Завета или Нового Завета, я могу вам сказать так, что Иисус пришел и сказал, я не пришел нарушить закон, но я пришел его исполнить. И некоторые вещи Иисус усугубил в Новом Завете, то есть, например, все, что касается каких-то грехов из десяти заповедей, в том числе и о прелюбодеянии. Некоторые вещи он просто, будем так говорить, либо избежал в своих описаниях, то есть он этого не отменял и не ослаблял, но некоторые вещи он просто даже подчеркнул, что они все еще действуют. Например, в Луки 11 главе 42 стих написано, «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мятой, рутой и всяких овощей, и не родите о суде и о любви Божьей. Сие надлежало делать, и то не оставлять». То есть Иисус говорит, что десятину оставлять нельзя, она есть, потому что для чего тут нужна была десятина? Если мы сейчас углубимся в Ветхий Завет, то да, там написано, что за счет десяти, на счет десятой части того, что отдавали все колены Израилевы в Иерусалимский храм, существовало служение левитов, то есть обслуживание всего, что касалось храма. На сегодняшний день это служение никто не отменял. У нас есть служители в церквях, у нас есть группы прославлений, у нас есть пастыры, у нас есть руководители каких-то других служений. И все они должны за счет чего-то, так сказать, жить и питаться. Ну, это мое личное откровение на эту тему. Иногда нас удивляют, вот пастыр не нашел времени со мной поговорить, вот пастыр не нашел времени ответить мне на мой телефон. Но никто не спросил, пастыр, а ты вообще можешь сейчас разговаривать, может ты на работе, может быть ты деньги для своей семьи зарабатываешь. Получается, что вот эти вот отмены ветхозаветных каких-то решений, наши самостоятельные отмены, как то, например, даяние десятины, мы тем самым лишаем благословения и саму церковь. Об этом говорится и в Малахии, что мы фактически обкрадываем Бога самого, когда не даем ему десятину. Но даже если мы не будем сейчас углубляться в такое осуждение того, что человек десятины не дает, я хочу сказать, что, вы знаете, положение давать, чем принимать. И есть еще одно местописание в Новом Завете, где Иисус стоял возле сокровищницы, в которую люди приносили свои деньги. И это очень важный момент, я думаю, что мы о нем еще поговорим сегодня, когда мы говорим о десятине, но я хочу сказать, что в те времена, когда существовал второй храм, было очень почетно пригласить даже иностранцев, чтобы они вошли во двор храма и посмотрели, вместе с учителями Израиля, вместе с какими-то почетными гражданами израильными, посмотрели, как Бог благословляет свой народ, когда они приносили десятины. Иногда это были деньги, иногда это были овощи, плоды земли, иногда это был скот, но это все десятина всегда давалась публично, чтобы все видели, что человека Бог благословил. Потому что в Ветхом Завете есть место, где Яков говорит, все, что ты дашь мне, Господь, я отдам тебе десятую часть. Десятину мы не платим, как вы правильно здесь заметили, Виктор, мы десятину отдаем, это не наше. И если мы будем отдавать, и чем больше мы будем отдавать, тем больше мы будем получать. Это закон сеяния и жатвы, который сегодня в миру, будем так говорить, работает очень просто. Невозможно принять в сосуд, в котором налита вода, еще воду, она перельется через край, нужно что-то освободить. И вот отдавая десятину, мы освобождаем еще и еще для получения этого благословения. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, но об объеме... Я хочу немножко добавить по этому вопросу на личном примере наших церквей. На сегодняшний день наша церковь Живой Израиль в 1995 году начиналась с одной церкви. И на сегодняшний день у нас в Израиле 24 церкви, 24 общины. И все говорит о том еще, что мы свою десятину даем для открытия на миссионерство, для открытия новых церквей. Мы даем, чтобы открывались новые церкви, чтобы поднимались новые служители. И в этом видим, как люди спасаются. И видим вот это благословение тех людей, которые дают... Мне очень важно, что у вас международная конгрегация, это не... Ну да, раз уже, или иначе, у нас международная конгрегация. Мы двигаемся по 10 главе от Матвея, где написано наипаче, идите к погибающему сундому Израилева. И мы пошли к этим людям, которые не знают Христа в Израиле. Но видим, что Бог нас повел за пределы Израиля. Потому что стали приезжать люди из других стран. Как говорится в Захарии, что там есть такое место, что возьмутся за полы людей и скажут, что мы пойдем с вами. Потому что видели, что с вами Бог. И вот те люди из других стран, которые увидели Христа здесь, в Израиле, они сказали, нам не безразличны. Погибающие люди в России, в Украине, в Чехии, в Германии, в Литве, в Латвии, в Эстонии. На данный момент сейчас там есть церковь живого Израиля. И мы говорим, слава Господу. Потому что есть люди, которые жертвуют, которые дают десятину на развитие миссионерства, на открытие новых церквей. Для спасения тех людей, которые не знают Иисуса Христа. Ну и я хочу сказать, Виктор, что я думаю, что может быть вы об этом и слышали. Но в целом у вас вопрос такой персональный. Считаете ли вы, что это повеление Ветхого Завета? Вот практически вся студия телеканала, которые сейчас все присутствующие. И я уверена, что многие современные служители считают, что десятина не есть повеление Ветхого Завета. Потому что десятина, мы видим проявление десятины еще до появления закона. Когда сам основатель нашей веры Авраам, человек, который действительно оставил все самое дорогое, все самое комфортное, привычное. И действительно вышел и, боже сказать, разорвал родственные связи с своими дядями, тетями, троюродными братьями и так далее. Только племянник с ним пошел. Этот человек вышел и он пошел в землю, не зная, куда идет, говорит Писание. На самом деле, с точки зрения человека, он был очень одиноким. Но с точки зрения Божьей и его жизни, и благословения его жизни, мы видим, что Бог никогда не оставил его. И этот человек, он действительно совершал шаг веры за шагом веры. Этот человек, победив пятерых царей, которые нападали на землю, где жил его племянник, этот человек отдал десятую часть священнику Бога Всевышнего. И это является нашим прообразом, взаимоотношением с Иисусом Христом. С Иисусом Христом. И если вы хотите быть в совершенной воле Божьей, вы будете знать, что это не есть ветхозаветная заповедь. Это вечная заповедь, которая совершается через благодать и благословение. И проявление благодати мы видим на протяжении всей Библии, всего Писания, независимо от того, ветхий ли это завет, новый ли это завет. Потому что Бог все тот же. Он являет какие-то эпохи, чтобы человечество в целом могло научаться, но сердце Божье неизменно. И Бог желает, чтобы и наше сердце к Нему также было в благодати, благословении, оплоды вашего даяния. Господь знает, как приумножить, и вы слышали эти потрясающие свидетельства, которые заплачены жизнью. Жизнью Иисуса Христа и жизнью людей, которые обрели спасение и обновление. И даже если у вас бывает соблазн рассуждать о том, куда используется десятина, которую вы отдаёте в церковь, в собрание или куда-то в миссию, я думаю, что праведнее было бы отдавать действительно Богу, потому что это ваше личное взаимоотношение с Богом и ваши личные шаги веры. Это самое главное. Ваша вера и взаимоотношение с Иисусом Христом. Аллилуйя. И у нас на самом деле Авиэль хотел также коснуться вопроса, у нас есть развитие вопросов Ирина из Балашихи. На прошлой неделе прислала нам вопрос, что она уже много времени молится за работу и ничего не приходит. Она спрашивает, что она делает не так. А сейчас, буквально во время этого эфира, Мария прислала уже конкретную молитвенную просьбу о том, чтобы Господь дал ей хорошо оплачиваемую работу, мечтает погасить ипотеку, чтобы её ежемесячный платёж по ипотеке сократился в два с половиной раза. То, что это уже конкретнее, это хорошо на самом деле. Я хотел сказать, что большинство из нас, к сожалению, я с этим встречался очень много, когда ещё был, так сказать, верующим в Бога. Сегодня я верю больше в Богу. Когда я был, так сказать, фарисеем, я встречался с религиозностью, когда говорили, а что ты делаешь? Может, ты неправильно молишься? Может, ты мало постишься? А может, у тебя слова в молитве не такие? Может быть, у тебя там какие-то там, может, у тебя в тайной комнате неправильно занавески висят там или ещё что-нибудь? Мне это так сильно напоминает фарисейство. На самом деле, что вы делаете не так? Мы приняли Господом своим Иисуса Христа. Мы выстраиваем с Ним личные взаимоотношения. Иисус нам сказал, какую молитву нужно говорить. Но это не та молитва единственная, о которой нам нужно молиться. Есть ещё и Авис, например, который помолился и сказал, дал бы ты мне Бог вообще, чтобы я не горевал. И Бог дал ему всё, чтобы он не горевал. То есть, всё было просто и ничего религиозного. Вы всё делаете так, если вы делаете это искренне. Я хочу напомнить вам несколько мест Писания простых, где написано, во-первых, Иисус говорит, что Бог знает наши нужды ещё до того, как мы их озвучили. То есть, скорее всего, вам сейчас нужно молиться не за высокооплачиваемую работу, а за то, чтобы вы соответствовали этой высокооплачиваемой работе. Во-вторых, мы иногда разбазариваем наши ресурсы, которые у нас есть. И Бог как бы обличает нас таким образом. Как мы разбазариваем ресурсы? Например, мы разбазариваем их, тратя в пустую время и деньги на разные вещи. В Евангелии от Луки, 16 глава, 10 стих написано. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Бог дал каждому из нас 24 часа в сутки. Он дал нам определённые ресурсы жизненные, определённых людей на нашем пути. И мы иногда просто в погоне за каким-то своим, ну будем так говорить, удовлетворением своей личной выгоды, тратим эти ресурсы очень необдуманно. И в том числе ресурс времени. Вот вы говорите, что я делаю не так. Вы сейчас тратите время на то, чтобы просто молиться. Я ещё раз говорю, я не знаю вашей ситуации, возможно, я ошибаюсь, но в большинстве случаев это так. Люди тратят время на молитву, но при этом мало что делают в этом направлении. Вопрос, сколько резюме вы разослали. Вопрос, со сколькими людьми вы встретились. Во скольких агентствах вы были. Со сколькими людьми вы вообще пообщались на эту тему. Потому что вы знаете, сегодня можно, вы скорее всего, там, 3-4 рукопожатия вас отделяют от Дональда Трампа, например. Вы можете войти в любые двери, просто начав разговаривать об этом с другими людьми. Бесписание говорит нам, просите и дано будет вам. Стучитесь и вам откроют. Мы в большинстве своём боимся просить, боимся постучать, потому что нас интересует, что о нас подумают другие люди. А вдруг они подумают, ой, наверное, у меня всё плохо, ой, наверное, мне что-то нужно. Да, нужно. Я не стесняюсь говорить, что мне что-то нужно, потому что я знаю, что мой Бог, это Бог, которого всё в изобилии. Если он хочет мне это дать, он мне это даст. Сверх естественно или естественно. Мне нужно, чтобы все двери в моём доме были для этого открыты. Но и мне самому нужно, знаете, когда стучат ночью в дверь, нам нужно встать и подойти эту дверь открыть, потому что нам надо чего-то всё-таки запирать. Если мы не откроем, нечего удивляться, что нам не принести то, чего мы заказывали. Поэтому нужно просто подкрепить свою веру делами. Это ещё одно местописание, которое касается этого. Вера без дел мертва. Мы можем верить, что мы найдём какую-то там потрясающую работу, можем верить в то, что мы найдём потрясающие какие-то связи. Но если мы при этом будем продолжать сидеть на диване, то, простите, шекель мы не высидим или рубль. Мы должны что-то делать для этого. Ещё хочу добавить. У нас в Израиле, например, знакомо такое, я не знаю, как в России, эта девушка с России пишет, с Балашихи, что люди приезжают и просят. Я видел об этом в Германии, когда служил, видел в Израиле. Они просят о какой-то работе, требуют каких-то там высот, высокооплаченной работы. Нас хочется спросить, есть ли у тебя для этого знания? Пойди на простую работу, начни. Но люди ждут и говорят в церквях, мы молимся за работу, а Бог не даёт. Вот как сейчас Авелия сказал, вера без дел мертва. На самом деле, может, надо молиться с настоящей верой и больше делать, идти и искать эту работу, не искать каких-то вершин, а начать с малого. Те слова, что верным в малом и во многом верить. Да, говорят, что это одному дали, там, что ему дали, талант, да? Один талант, другому три, третьему пять. И каждый, по мере того, что ему дали, соответственно, пытается это всё применить. Но мы иногда смотрим на, а, вот у него классная работа, наверное, мне такую нужна. Возможно, вы должны ограничиться тем, который на три таланта. И вам всё равно будет воздано, как вы читаете об этом в Писании. И у вас всё равно будет вознаграждение по-любому. Братья, давайте помолимся, сейчас у нас заканчивается время. Отец Небесный, спасибо тебе, так много нужд. И это чудесно, что твой народ желает работать своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся, чтобы не было долгов, Господь. Я благодарю тебя за то, что ты работаешь с нашей душой, с нашим сердцем, с нашим разумом, Господи, что ты вкладываешь в нас мудрость, к желанию учиться, преображаться в образ твой, Господь, чтобы не только работа соответствовала нам, но и мы соответствовали работе и тем людям, куда ты желаешь нас привести во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим тебя за благость, милость, Господь, за то, что ты высвобождаешь и творишь новые дела, Господь, новые встречи. Мы просим тебя, чтобы не унывали твои люди, чтобы они не сидели действительно, а начинали работать, Господь, чтобы они благословляли людей во имя Иисуса Христа, Господь. Это чудесно и это правильно перед тобою. Работать своими руками, Господь, мы благословляем и мужей, и жен Божьих, Господь. Мы благодарим тебя за то, что ангелы твои трудятся, чтобы эти возможности мы получили. Открой глаза, Господь, обнови сердце, чтобы увидеть то место, куда ты направляешь детей твоих, Господь. Мы благословляем твое наследие и твой народ. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. У нас последняя часть, и мы стоим с вами в молитве, мы видим Екатерину, ходатайствует за мужа. Он работает по 14-15 часов в день. Она просит поддержать в молитве, чтобы изменились условия. Я думаю, что это молитва, и нужна мудрость от Бога, потому что либо нужно менять работу, либо действительно какие-то условия. Может быть, нужно менять работу. И для чего он работает по 14-15 часов. Да, что происходит. Поэтому пусть Господь дает мудрость. Мы с вами, Нина и Андрей из Германии, просят также молитвенно поддержать. Они хотят присоединиться к церкви, но всегда что-то мешает. И так год за годом. Это происходит уже какое-то количество лет. Также прошу помолиться за сына Давида. Он отошел от церкви. Кнари из Санкт-Петербурга просит молиться за исцеление мамы, чтобы Бог укрепил ее веру, исцелил ее и дал ей силу. У нее было два инфаркта. Перитонин, сейчас сахарный диабет, пупочная грыжа. Нельзя делать операцию за бабушку и за саму Кнари. За терпение, любовь и доверие к Богу. За финансовую независимость сына. За беременность и так далее. Это вот самые последние только нужды. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты даешь Твою мудрость. И пасторы, мне кажется, Вы должны были сейчас стрепенуться, когда Вы слышали обращение от Нины и Андрея из Германии, которые хотят присоединиться к церкви, но всегда что-то им мешает. Помолитесь за них и скажите слово. Это Нина и Андрей. Вам просто надо иметь веру. Смотреть на Иисуса Христа, идти только вперед. Сделать для себя, сказать да. И прийти. Аминь. Просто да. И сказать. Мешать много всего может быть. Много всего. Кто-то говорит, работа, выходные, времени не хватает. Но Вы идете в церковь ради Христа. Вот поймите, что делаете ради Господа. Аминь. Не ради себя, а ради Господа. И Бог Вам благословит во всем. Ничего честно не будет мешать. Аллилуйя. Я хочу еще тоже поддержать. Мы будем молиться, безусловно. Но самое главное, я знаю, что это Ваш шаг и Ваше решение. И примите, просто попросите у Бога, чтобы Он дал Вам мир в отношении той церкви, к которой Вы должны прилепиться, стать ее частью. Хочу Вам напомнить то, что Вы знаете, потому что Дух Святой Вам говорил об этом. Эта церковь, она несовершенная. Совершенные будут только небеса. Там будут ситуации, которые будут Вас раздражать. Люди, которые будут Вам не нравиться. И, может быть, Вы не будете так уж нравиться всем. Но Ваш церковь – это место не просто клуб приятных людей. Церковь – это место, где люди познают Бога. И совершают миссию служения. Если Вы хотите познавать Бога, то это самое правильное место. И в своей жизни могу сказать, что был момент, когда я хотела оставить церковь. Но этот момент давления, он действительно, слава Богу, я не оставила. Я понимала, что если я перейду в другую церковь, там тоже будут проблемы. Я осталась. И на самом деле это было давление перед самым большим благословением церкви в моей жизни. И просто Бог открыл для меня действительно весь мир. И то, чего я не представляла, не могла себе помыслить. Поэтому у Бога есть для Вас действительно огромное благословение. Но пока Вы не примете решение, не войдете и не пройдете, какую-то часть даже будет испытаний, Вы не получите своего Исаака, свое дитя. Вот этот плод, он рождается после испытания. И если проводить исследования в Библии, и у нас много молитв за беременность, но просто это удивительно, и я даже удивлялась, читая Ветхий Завет, что не ребенок, обещание, то трудная беременность. Что не какой-то благословенный муж от Бога, то бездетность и бесплодие. Да что же это такое? Но Вы понимаете, что прежде чем произойдет какое-то благословение, нужно, чтобы вот этот молитвенный труд был совершен, вот этот контакт с Богом. И потрясающее одно из свидетельств пришло к нам сегодня в эфир, о том, что благодарность за всю поддержку, когда не было средств, и молитвенные группы вместе с телеканалом ТБН, с церквами молились о Вас, и вот это время, оно стало временем еще больше близости с Богом. Поэтому, дорогие Нина и Андрей, присоединяйтесь, мы благословляем Вас. Я еще хочу секунду, Нине и Андрею, что скажу просто такое. Я два года служил в Германии, и у нас там очень много друзей, много верующих, много церквей, которые мы знаем. Напишите, если Вы нас слышите, с какого Вы города Германии. Может, что-то мы Вам посоветуем, может, Вы встретитесь с теми верующими, с той церкви, которая будет Вам по сердцу. То, что Вам мешает, на самом деле, те самые дела дьявола. Он не хочет, чтобы Вы выставили свои взаимоотношения с Богом. Но смотрите, весь процесс искупления, на самом деле, это процесс сделки. И даже этими терминами Бог оперирует в Священном Писании, что это все сделки. Одно было заплачено за другое, одно было куплено, другое унесено с рынка, и так далее. И Иисус искупил нас. Он сделал такую сделку, что Он говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обвиненные, Я успокою вас, а Вы возьмите Мое Иго, потому что оно, или бремя, потому что оно легко». И, на самом деле, оно действительно легко. Просто исполняйте заповедь, «Возлюби Бога, возлюби ближнего». Все остальное Иисус уже сам исполнен. Если у Вас есть действительно нужда в том, чтобы Ваш сын Давид вернулся к церкви, придите и отдайте это Иисусу, потому что Он сказал, «Я все возьму на себя, Я это уже сделал, Я проявил свою любовь, проявил свою верность, и проявил то, что Я хочу это все сделать уже давно, 2000 лет назад». И я думаю, что это будет Вам тем самым облегчением, которое Вы найдете именно в церкви. Давайте помолимся. Давайте. Аллилуйя Господь. Аллилуйя, Отец Небесный, мы просто сейчас преподносим перед престолом благодати Твоей вот эту нужду в том, чтобы семья людей верных Тебе, Господь, присоединились к Дому Твоему, Господь, к Дому Божьему, к Телу Христа. Господь, мы хотим, чтобы Ты продолжал воссоздавать свое тело здесь, Господь, восстанавливать разрушенное сатаной, Господь. Мы также просим Тебя, по слову Твоему, что никто не может, написано, признать Иисуса Господом, кроме как в Духе Святом, Господь. Просто пусть Дух Святой изливается на эту семью, чтобы ничего... Да, конечно же, на всех людей, которые просто отошли, может быть, засомневались, но я верю, что Дух Святой будет изливаться, касаться каждого, и Духом Святым все мы назовем Иисуса Господом своим, и тем самым спасемся. Во имя Иисуса мы просим Тебя, Господь, прямо сейчас действуй, изливай свое помазание, потому что Ты сказал, что всем даешь одинаково, Ты всех любишь одинаково, Господь. И Ты доказал это тем, что Сын Твой был распят, мучительной смертью на кресте, умер и воскрес, чтобы подарить нам вечную жизнь с Тобой, Отец. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Поют и в Израиле, не поют и в Израиле, и на Украине, и в России. Но хочу с этого места ответить, как написано. А можно я маленькую тоже еще ремарку сделаю? Знаете, христианство, мы понимаем, что оно вышло из иудаизма, и, в общем-то, как бы первоначально закон, взаимоотношения с Богом мы видели через взаимоотношения иудеев. И что интересно, живя здесь в Израиле, я вижу, что, скорее, мужчины покрывают свою голову, они обязательно ходят с кипой, но женщины не всегда, не настолько обязательно. В святых местах обязательно. Вот. Поэтому здесь вопрос такой, что только женщины, мужчины, но на самом деле Новый Завет нам дает больше свободы. Я хотел прочитать, да, что советует поэтому апостол Павел в Первом Коринфянам. Он говорит в Первом Коринфянам в 11 главе. «Рассудите сами, приличной ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей, вместо покрывала?» И основной вот такой стих. «Если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не церкви Божией». Потому что насчет этих вещей покрывать голову или не покрывать. И много на самом деле споров. И каждый человек говорит, учение какое-то. И апостол Павел говорит, да не надо спорить на самом деле. Имейте чистое сердце перед Богом. Хвалите Бога. Кто хочет с покрытой головой, а кто хочет с не покрытой головой. Я также хочу сказать, у нас в Израиле, где мы сначала арендовали помещение в Хайфе, в одной пятидесящинской общиной, в этой общине, в этой церкви все женщины приходят с покрытой головой. Наша церковь. Там же молились. Да, мы там же молились. И мы дружим. Мы должны искать, что нас связывает. Нас связывает Иисус. И кто покрывает голову, и кто не покрывает. Это было то, что говорила Виктория. На самом деле, от женщин Бог вообще ничего не требует. Знаете, да, что в иудаизме от женщины даже не надо ни в храм приходить, ни к стене плачь. И вообще ничего не надо. Она освящается мужем своим. То есть от мужа требуется, написано, все мужское население должно прийти, все мужское население должно прийти и так далее. Даже в Новом Совете мы видим, что когда говорили, там было столько людей, не считая женщин и детей, потому что женщина и ребенок, да, они как бы за мужем, она за мужем заходит даже в Царствие Небесное, если надо. Но традиционный иудаизм все-таки, да, говорил женщине покрывать голову. Но здесь даже не в этом дело. Здесь послание конкретно идет к верующим в Каринфе. В Каринфе совсем другие обычаи. В Каринфе проститутки сбрили себе голову для того, чтобы отличаться от всех остальных женщин. И поэтому он здесь и говорит, что женщина отращивает себе волосы и поэтому соблюдает благочестие. То есть, да, для того, чтобы никто не притыкался в церкви, для того, чтобы не было такого, что, а, вот она вчера была грешницей, а сегодня она нас учит. Поэтому Павел призывал покрывать голову именно там, в Каринфе. Но опять же, вот то, что сказал сейчас пастор Вениамин, у каждого должно быть чистое сердце, мы должны сказать то, что нас объединяет, то, что нас влечет к Иисусу, а не то, что нас отдаляет друг от друга. Потому что задача, одна задача дьявола, это разделить нас друг с другом, чтобы мы перестали концентрироваться на Голгофском хресте и начали концентрироваться на покрытой голове, обрезании, длине юбок и всего остального. Поэтому я думаю, что вопрос уместен, но он уместен к традициям вашей конкретной церкви. Возможно, в вашей церкви принято петь в косынках. Меня, например, не смущает то, что моя сестра поет без косынки. Поэтому это личное откровение каждого и, опять же, ваше взаимоотношение с Иисусом. Хочу еще сказать такую вещь, что, например, наша церковь, она дружится со всеми, и с баптистами, и с пятидесятниками, и с мессианскими, и даже, как многие говорят, и с католиками, и с православными. Нас объединяет Христос. Мы должны искать, что нас связывает. Это и будет. И также хочу сказать, что есть действительно традиция, которая уже долго и давно идет, но вообще есть богословский принцип решения, который когда-то сформулировал также и Иоанн Златоуст, который сказал, пусть в главном у вас будет единство, во второстепенном у вас будет свобода, и во всем у вас будет любовь. Богословский принцип также говорит, что при устах двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. И поэтому вот именно главное в Священном Писании, что является важным для нашего спасения и совершения нашей веры, этих мест в Писании очень-очень-очень много. И они говорят, что недвусмысленно, что нужно оставить свой грех, покаяться, и не сказано, что не войдет в Царство Божие косынка или без косынка. На спасение не влияет. Это не влияет на спасение. И это только одно место в Новом Завете, которое исторически относилось действительно к проституции в Коринфе, и что на них косо смотрели, на этих женщин в церкви. Поэтому Павел посоветовал им, чтобы они покрывались, как бы вместо парика использовали покрывало. Поэтому используйте этот принцип, проверяйте, главное это место, основное или не основное. Если оно много раз повторяется в Писании, значит, это вопрос первостепенный. Если оно только один раз, значит, это второстепенный, и не стоит застрять на него внимания. Или не к нам относится. И не спорьте, самое главное, как говорит Павел, не спорьте. Не спорьте. Аллилуйя. В спорах истина не рождается, в споре рождается конфликт, поэтому спорить лучше не надо. Аллилуйя. У нас осталось несколько вопросов. Один тоже, вот Ирина из Балашихи, задала вопрос о том, когда же все-таки перестала падать манна небесная. Я просто хочу сослаться на место Писания. Это Иисус Новин, 5 глава, примерно с 4-го, нет, там... Я думаю, с 5-го или 6-го стиха, я думаю. Когда они перешли уже Иордан и приняли Пасху, там... С 10-го стиха, с 10-го по 13-й стих, 10-й, 11-й, 12-й стих, там как раз говорится, что народ закончил свое шествие по пустыне. Народ перешел Иордан чудесным образом. Народ совершил обрезание и оставили все поношение, как бы все следы Египта, рабство и угнетение, они оставили, перейдя Иордан. Они совершили Пасху, поклонение Богу, вспомнили то, от чего спас их Господь, и они стали есть плоды той земли, куда Бог их призвал. На следующий день после Пасхи перестала падать манна. Поэтому это ответ на вопрос о Пасхе, и люди понимают о манне небесной, что это символ тоже благодати, когда Бог покрывает наши нужды. И вот, когда Вы вступаете в более тесное взаимоотношение с Богом, тогда нам приходится трудиться, порой воевать, чтобы получить это благословение и пропитание. Но Бог с Вами, Он сказал, Вы будете есть плоды тоже, которые, и виноградники, которые Вы не сажали, которые Вы не сеяли. Но в то же время Бог благословляет наш труд. И мы молимся, давайте, у нас осталось несколько секунд, благословим наших зрителей. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за благодать Твою бесконечную, Господь, что не меру и даешь Ты Духа, восстановление, исцеление, Господь. Мы молим Тебя за пожилых родителей, Господь, за матерей, за отцов, Господь, у которых атакует диабет, Господь, у которых атакуют грыжи, Господи, инсульты, инфаркты. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы высвобождаем полноту Твоего исцеления и воскупляющей крови Иисуса Христа, Господь. Мы принимаем и мы видим эту кровь, которую Ты, Господи, даруешь Своему народу. Мы принимаем ее исцеляющую силу. Мы благодарим Тебя в благоговении святыни. Мы славим Тебя, и, Господи, пусть имя Твое будет превознесено. Пишите, звоните, это открытая линия телеканала ТБМ, становитесь партнерами в Божьем труде, благословляйте Израиль, и пусть каждый будет благословен. Аминь. 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 Аминь.